Приветствую вас на канале Инспектор Гаджетов. После обзора на Ramos Mos1 Max большого, необычного смартфона компании Ramos стало очень любопытно, что же из себя представляет второй смартфон компании, младший брат в этой линейке, Ramos Mos1 решено было снять у него обзор пощупать, подержать в руках потестировать и о чем сразу хочу сказать телефон действительно необычный сразу бросается в глаза стекло спереди и сзади алюминиевые рамки необычная матрица дисплея необычная батарейка, hi-fi звук ну кроме того 8 ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. В общем телефон интересный, любопытный и красивый кроме того. Поэтому всем кому интересно, прошу ко мне на стол для более детального обзора. Итак, давайте знакомиться, но начнем мы с знакомства сначала с коробочки и комплектации коробочка самая обыкновенная белая, спереди название бренда сзади краткая информация о технических характеристиках имей, штрих-код в общем ничего особо интересного нет с собой коробочки кроме смартфона у нас имеется переходничок под евро вилку кабель USB-micro USB как можно видеть брендированный зарядка также брендированная и зарядка у нас с поддержкой Quick Charge 2.0 то есть быстрой зарядки как можно видеть 5 вольт 2 ампера 9 вольт 1,2 ампера и 12 вольт 1 ампер в общем хорошая зарядочка также у нас есть конвертик с макулатуркой также в этом конвертике у нас есть скрепочка для извлечения лотка для SIP-карта вот это весь комплект поставки ну а теперь сам смартфон и первое на чем хотелось бы остановиться это и конечно же дизайн дизайн здесь необычный и сам по себе телефон очень красивый и очень стильный и внешне мне он очень понравился я считаю это основным козырем данного смартфона начнем с того что толщина смартфона составляет 6,6 мм смартфон довольно-таки тоненький также у него небольшие рамки по бокам ну нижняя и верхняя в принципе стандартные боковушки достаточно тонкие опять же Gorilla Glass стекло у нас передняя панель и также задняя это тоже стекло Gorilla Glass вот алюминиевые рамки они сделаны из какого-то алюминиевого сплава то есть это не чистый алюминий он не подвержен коррозии он обладает свойствами алюминия как прочности все-таки это как бы металл но опять же он у нас не окисляется и коррозии не подвержен что это тоже является большим плюсом также у нас стекла выполнены по технологии 2.5D они у нас за такими закругленными краями опять же модная тенденция в общем стильный красивый смартфон теперь немножко по органам управления и что у нас есть в принципе кислоты и тому подобное как вы можете видеть у нас мигает датчик вот такой необычный синий динамик передняя камера 5 мегапикселей кнопок у нас не имеется кнопки у нас программные на экраны сзади у нас опять же это стекло горелый глаз 13 мегапиксельная камера камера довольно-таки хорошая об этом я наверное скажу чуть позже и также имеет диафрамму 2.0 ну естественно снимает Full HD светодиодная вспышка и микрофон шумоподавления внизу у нас динамик и про динамику я могу сказать что звучит он хорошо и у него есть тоже небольшая изюминка как вот можно видеть есть такие две ножки две ножки которые выполняют сразу две функции первая функция это когда вы ложите телефон плашмя благодаря этим ножкам динамик не закрывается и звук остается не приглушенный а звучит вы его можете слышать а второй плюс благодаря этим ножкам телефон плашмя не лежит на столе и соответственно стекло у вас не царапается благодаря этим двум ножкам вот снизу у нас микрофончик и слот microUSB на левой грани у нас кнопка включения и слот для сим-карты для всего одной сим-карты и к сожалению сюда можем мы вставить одну сим-карту и больше ничего то есть вторую сим-карту мы вставить не можем карты памяти здесь также не поддерживаются это является наверное самым большим ну на мой взгляд и единственным недостатком данного смартфона на правой грани у нас качелька громкости и на верхней грани у нас порт для наушников 3.5 джек вот в принципе все органы управления теперь давайте включим наш смартфончик сразу зайду в антуту поговорим немножко о технических характеристиках и в принципе пойдем дальше как можно видеть тест у нас вот такой набирает 34000 в принципе для снапдрагона 615 предсказуемый результат что нам говорит антута ванмос, MOS 1 андроид пятой версии я честно говоря в прошивках не копался есть они нет честно говоря не владею данной информацией но основываясь на том как себя ввел смартфон пока я его тестировал у меня нареканий нет то есть по программной части претензий нет все летает, все слушается, глюков я не наблюдал и опять же все русифицировано но наверное об этом чуть позже 8 ядерник, Snapdragon 615, Adreno 405 Full HD разрешение камера 13 мегапикселей, про которую я вам говорил 2 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта встроенной памяти по процессору, то есть этот процессор кто не знает, 615 у нас он 8 ядерник и состоит как бы из двух сокетов 4 ядра у нас работают на частоте на частоте 1,5 гигагерца и другие 4 ядра работают на частоте если не ошибаюсь 1,1 гигагерца далее далее передняя камера у нас 5 мегапикселей ну это наверное в принципе все NFC не поддерживается, Wi-Fi есть, Bluetooth есть GPS есть, ну это как бы понятно вот по техническим характеристикам я сейчас поговорю чуть позже пока пока включу какое-нибудь видео заблокировал случайно теперь более подробно о технических характеристиках из особенностей, то есть производителем также заявлен Hi-Fi звук насколько вы помните насколько вы помните, кто смотрел обзор RAMOS MOS 1 MAX в Максе у нас был Hi-Fi чип, отдельный ЦАП здесь аналогичная ситуация, но у Макса мы знали эту самую модель чипа здесь же производитель ставил эту информацию в секрете поэтому какой именно здесь стоит ЦАП для воспроизведения звука неизвестно но то, что он играет лучше чем обычный телефон на программном уровне это точно далее аналогично с Максом у нас здесь установлена необычная батарейка, аккумулятор емкость его составляет 3050 мАч и необычность его в том, что этот аккумулятор сделан также фирмой BGD то есть это китайский производитель автомобильных аккумуляторов и это обещают нам во-первых большую долговечность в стороне батарейки ну а также надежность вот Quick Charge 2 напоминаю далее по программным по техническим характеристикам как я говорил про камеру да про камеру еще могу сказать что ее изюминка не только в том, что она 13 мегапикселя и обладает диафрагмой 2.0 и снимает очень в принципе качественно но что я еще заметил и что мне приятно удивило это она обладает очень быстрым и четким фокусом то есть фокусировка просто мгновенная и быстрая ну в общем фокус мне в данном аппарате очень понравился ну и теперь экран экран выполнен у нас на довольно таки необычной матрице сейчас если я не ошибаюсь нужно напомниться потому что матрица действительно необычная и не часто такую найдешь а да вот матрица у нас называется AHVI то есть это одна из технологий IPS которая вот особенная особенная из особенностей можно сказать что у нее рефлекшн то есть она у нас на солнце ведет себя лучше чем обычный IPS я не знаю можно судить вот так но сейчас отражает стекло это у меня минимальная яркость вот ну вот такая вот необычная матрица в принципе кому интересно можете погуглить грубо говоря это произносится как AHVI вот стекло горилла глаз третьей версии с обоих сторон вот ну о чем еще можно сказать в принципе наверное все по особым характеристикам сейчас продемонстрирую вам камеру то о чем я говорил не знаю как это будет смотреться через объектив самой камеры но но когда в живую непосредственно в руках мне вот действительно понравилось понравилось как она себя ведет фокусировка это просто четко просто просто отлично вот качество картинки вы могли наблюдать то есть с экраном здесь проблем нет то есть вот просто посмотрите как насколько сочная картинка какие цвета ну класс могу даже еще зайти в фотогалерею и продемонстрировать что-нибудь еще ну вот это просто шик кстати давайте-ка на всю яркость выкручена на всю ну просто отличный просто отличный экран вот посмотрите цвета класс вот как углы обзора вот просто посмотрите какой угол обзора отличная матрица отличная вроде как у нее цветопередача не такая как у IPS но не знаю как по мне цветом здесь все очень даже хорошо лучше иметь какую-то настоящую настоящую чем какой-то IPS китайский непонятный потому что сейчас все называется IPS практически вот ну вот в принципе такой телефон основные фишки основные достоинства я вам перечислил сказал что понравилось да практически все понравилось во-первых конечно просто отличный дизайн просто тут шикарный шикарный телефончик красавчик просто красавчик телефон приятно приятно его держать приятно с ним работать стекло сзади это вообще класс очень приятно это все вот а то что не понравилось это естественно главный единственный на мой взгляд минус этого телефона то что здесь один слот в котором можно вставить только одну сим-карту и нельзя расширить память то есть 32 гигабайта встроенной памяти это все что нам доступно ну конечно можно пользоваться облачными сервисами либо же on the go вот такой телефон несмотря на этот минус крайне рекомендую всем тем рекомендую рекомендую всем тем кому нужен односимный телефон и кто не таскает с собой гигабайты фильмов и музыки вот всем тем кто это не делает кто пользуется односимником без кучи гигабайтов информации телефон настоятелька рекомендую стильный модный молодежный как говорится спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал всем пока